Амут Анан Это нормальная история Так что Вполне можно наяврить и набрать Вот это приложение Выглядит оно вот таким образом И так можно установить его У меня оно уже установлено Можно почитать Рекомендации касательно его Тоже есть похожие приложения Но здесь В этом приложении действительно очень удобно Можно позиционировать Свои местоположения Тоже понимать где мы находимся И тоже пользоваться Не только навигацией Но и определенной информацией Которую добавляют пользователи В онлайн режиме здесь Здесь вот есть фотографии Этого приложения То есть можно увидеть Как оно выглядит Амут Анан Можно набрать тоже на русском И мы сейчас с вами увидим Что в принципе Даже набирая на русском Мы попадаем на то же самое приложение Еще одно приложение Называется карта генштаба Это русскоязычное приложение Еще в России я им пользовался Это очень удобная вещь Тоже карта в таком рельефном виде Можно увидеть высотность Можно увидеть реки, озера Вот так вот можно установить Советская военная карта Она называется Она бесплатная Условно бесплатная Потому что можно Обределенные функции Добавить платной подпиской Но в принципе Можно пользоваться уже как есть Бесплатно И таким образом Тоже обеспечить Своё геопозиционирование На карте с рельефом Да, здесь лицензионный договор Конечного пользователя При запуске приложения Которое нужно принять Ничего суперсложного там нет Все это можно прочитать И если устраивает условия Принять И вот таким образом Оно выглядит Здесь мы можем Использовать эту кнопку Чтобы показать Местоположение Маршрутные теги Также Различные слои карты Настроить То есть Есть много всяких опций Это приблизительно Отдалить И тоже Очень удобное приложение Потому что По сути Это тот же самый Абуданан Только В российском исполнении Или русском исполнении Соответственно Вот Геолокацию Он определяет Достаточно точно Нас Например Интересует сейчас Крупный Хребет Под названием Кармель И вот здесь Мы можем наблюдать На примере Вот этой карты Как Выглядит Работа этого приложения Здесь В этом Кибуц Егур Начиналась Наша Тропа Точнее Участок Тропы Израиль Швили Израиль Которая Идет Через Весь Израиль И мы Прошли Этот Участок Целиком Здесь Мы можем Видеть Как Это Выглядит На Вот Этом Вот Приложении То есть Карты Генштаба Так называемые Здесь Можно Выбирать Точки Можно Эти точки И координаты Этих точек Посылать Кому-либо По желанию Очень много Опций Что Можно Делать Достаточно Подробная Карта Здесь Виден Рельеф Видны Ручьи Видны Источники Воды И кстати На Вот Приложение Амут Анан Очень Много Для Израиля Особенно Важной Информации Касательно Источников Воды Это Речки Краны Различные Стоянки И здесь Тоже Вот На карте Генштаба Тоже Можно Видеть Много Интересного Можно Проложить Маршрут Вот Сейчас Мы Можем Проложить Маршрут От Точки До Точки Этот Маршрут Он Будет По Прямой Он Показывает Расстояние Показывает Высотность Показывает Рельеф Направление Можно Поделиться Этим Маршрутом Ну и Можно Наблюдать Направление Движения Здесь Карты Разных Разные Карты Слоев То есть Можно Различные Слои Настраивать В том числе Здесь Видно Bing Есть Видно Open Cycle Map Есть Определенные Функции Которые Требуют Платные Подписки Но В целом Можно Этой Карты Пользоваться И бесплатно Open Street Map Очень удобная Карта Тоже В некоторых В целом Есть Название На Русском На Карте Генштаба Соответственно Еще Есть Название На Английском И Название На Английском Можно Задавать В качестве Точек Поиска Вот Например Сейчас Можно Задать Bait Oren И Проложить Маршрут До Этой Точки Соответственно Вот Несколько Вариантов Маршрутов Вот Можно Один Выбрать И Увидеть Как Этот Маршрут Будет Проложен Можно Записать Трек Маршрута Что Очень Удобно Когда Например Пользуешься Повтором Каким-то Здесь Просто Информация Геоинформация Высотность Скорость Движения Одометр Одометр И все Прочие Значения Которые Могут Быть Полезными Во Время Движения По Маршруту Пешком В общем По этой Программе Можно Полазить Посмотреть Что Здесь К чему Программа Очень полезная Интересная Я пользовался И в России И Пользуюсь Сейчас Здесь В Израиле Когда Прокладываю Маршрут По Местности Это Очень Удобно Потому Что Можно Пользоваться И Определять Например Сколько Времени Потребуется Затратить На Прохождение Этого Маршрута То есть Много Опций Функций Которыми Можно Пользоваться И которые Помогают Спланировать Маршрут Движения По Местности Пешком Здесь По Высотной Местности Вот Например Можно Совместить Это С Карты Google То есть Слой Google Открыть И Увидеть Как Точки Позиционирования На Карте Google Соотносится С Нашей Геолокацией В данный Момент Где мы Находимся Очень Удобно Стандартный Слыш Карта Генштаба Это Физическая Карта И На Этой Карте Мы Достаточно Подробно Видим Города Видим Высотность Видим Различные Точки На Этой Карте В общем Достаточно Подробные Интересные Карты Которые Удобно Пользоваться Так что Пользуйтесь Это Действительно Удобно Дальше 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 И Удобно Эти Точки Созданы Пользователями Тоже Можно Авторизовавшись В программе Самому Создать Такие Точки В тех Местах Которые Нам Показались Интересными Видим Вот эти Пунктирные Линии Это Швили Сраэль Синяя Линия Швили Сраэль Это Тропа Национальная Тропа Израиля Которая Идет Вдоль Всего Израиля С самого Севера До Юга До Элата И Эта Тропа Ее Отрезок Идет В данном Случа Через Гору Кармель То есть Это Окрестности Хайфа Вот Одна Из Точек Здесь К сожалению На Иврите Но Достаточно Может быть Полезная Информация Плюс Еще Как мы Использовали Это Приложение Это Возможность Найти Места Где Есть Вода Питьевая Вода Как Известно В Израиле Питьевая Вода Это Большая Ценность И Пешеходный Турист Не Может Бесконечное Количество Воды Носить С собой В рюкзаке Потому Что Это Существенно Утяжеляет Его Вес Но Есть Вот Такие Места Вот Например С Изображением Крана Где Есть Источники Воды Где Можно Пополнить Воду Которая У нас Может К этому Момент Уже Подойдет К концу Так Что Это Очень Удобно Удобно Знать Где Находятся Источники Воды Также Здесь Есть Слои Тоже Есть Сплатные Подписки Есть Карты В различных Масштабах Можно Выбрать Есть Специальные Карты Для Геокешинга В общем Очень Практичное Полезное Приложение Можно Отслеживать Свои Движения По Тропе Что Очень Удобно Потому Что Мы Видим Троп Много Хотя Конечно Безусловно В Израиле Тропы Обозначены Достаточно Хорошо Маркированы Обычно Есть Метки На Камнях Обычно Есть Метки На Деревьях И Можно Наблюдать На Местности Направление Даже Тропы Потому Что Она Обычно Обозначена И Тем Не Менее Достаточно Неплохо Иметь Вот Такое Приложение В кармане Чтобы Быть Уверенным В том Что Мы Действительно Движемся По Тропе Которые Планировали Есть Тоже Возможность Своих Собственных Маршрутов Создания Можно Потом По Этим Маршрутам Пройти Снова Здесь Мы Видим Что В принципе Приложение Амут Анан Полностью Весь Израиль Покрывает И Мы Можем Видеть Эйлад Например В данный Момент Это Самый Юг Израиля И Мы Видим Что Здесь Тоже Есть Обозначенные Тропы Здесь Тоже Есть Какие Точки Есть Центр Страны В том Числе Иерусалим Тель-Авив 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 Тель-Авив